приветствую друзья вы находитесь на канале админселе меня зовут алексей и сегодня будет ролик посвящен такой животрепещущей теме для тех кто только планирует приобрести себе мотоблок и тяжелый мотоблок китайских частности вот основной вопрос наверное один из самых основных вопросов при выборе того или иного мотоблока для тех у кого никогда раньше их не было как управлять этой штукой как его завести как тронуться как переключать скоростях как 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 управлять тяжелым китайским мотоблоком вот собственно этот ролик сейчас будет посвящен именно этой теме ну что друзья знакомьтесь этот тяжелый китайский мотоблок торговой марки кентавр мощностью 12 лошадиных сил что здесь у него собственно имеется то есть из каких узлов он состоит здесь это двигатель с баком топливным также на нем установлена фар внизу собственно колеса которые приводятся в движение при помощи вот этой вот коробки передач которая вращается двигателем посредством вот этих вот ремней ремней на разных мотоблоках может быть по-разному у этого в комплекте изначально шло три ремня вот соответственно вы видите что количество ручейков на сцепление у нас три на двигателе и 4 но это также может разница может отличаться собственно переходим дать здесь это непосредственно его руль вот на котором расположены некоторые органы управления что здесь имеет эта ручка переключения передач то есть у меня вы видите на 6 положений в мотоблоке все это сделано но раньше были модели у которых было всего лишь 4 за них я сказать ничего не могу а по этим ручкам здесь все просто то есть написано где какая скорость на этих положениях то есть сюда переключаем у нас включается задняя скорость сюда переключаем 1 2 3 скорость вот а здесь мы выбираем либо медленно либо быстро то есть пониженная и повышенная передача то есть переключили на повышена переводим сюда и поехали то есть это уже будет у нас не первая скорость а четвертая это будет движение назад но с большей скоростью соответственно здесь пятая скорость и 6 то есть здесь получается у мотоблока 6 скоростей вперед 2 назад все очень просто вот это рукоятка сцепления то есть в таком положении сцепление у нас выжато полностью мы можем переключать в это время скоростя и не хочет включаться ну можем переключать скорости после того как выбрали нужную скорость плавненько отпускаем и едем вперед это положение тормоза то есть в таком положении движения колес блокируется тормоза вот в таком положении мы едем в таком положении мы стоим на месте и выбираем либо передачу либо просто глушим мотоблок либо что-нибудь еще дело так на руле есть вот такие вот ручки здесь и здесь этими ручками можно разблокировать фрикционы вот и то есть грубо говоря при нажатии вот этой левой ручки левое колесо перестает вращаться вообще то есть правая продолжает крутиться и при этом мотоблок поворачивает на боках как-то соответственно выжив правую ручку правое колесо останавливается левое продолжает движение вот соответственно мотоблок выворачивается направо то есть таким вот образом происходит маневрирование тяжелым китайским мотоблока благодаря этой возможности я сейчас говорю про ручки фрикционов можно очень спокойно не напряжена для спины вращать мотоблок вокруг своей оси как вам угодно то есть его не нужно тягать и делать с ним что-либо еще так очень важный момент не стоит нажимать одновременно две ручки на ходу потому что руки у вас будет заняты в общем короче будет будет неприятность если вы это сделать так еще на руле имеется вот такая вот рукоятка она у меня сейчас находится в таком положении к сожалению она не выполняет никаких функций это рукоятка выдвигает ножку мотоблока то есть для того чтобы он мог стоять вот сейчас у меня видите нижней части под мотоблоком установлен кирпич на его месте должна находиться выезжающая такая рамка стальная цена выполняет функцию опорной ноги для того чтобы мотоблок можно было поставить собственно горизонтальное положение и что-то пойти делать вот выдвигается она очень просто то есть выдвигаем сюда ручку ножка выехала задвигаем сюда ручку ножка спряталась и можно двигаться вот так же на руле имеется такая вот такой вот рычаг газа то есть вот в таком положении газ на всю вот в таком положении газа нет и двигатель глохнет газ на всю и двигатель гло то есть холостой ход у дизельного двигателя на мотоблоке отсутствует вот то есть он регулируется исключительно вот этой вот ручкой то есть вы выбираете какие обороты вам нужны и на работаете так продолжаем по рулю еще здесь вот имеется вот такой вот бардачок как правило сюда укладывается заводная рукоятка нам еще понадобится я и далеко прятать не будут вот и какой-то минимально необходимый набор ключей которые вы используете в работе для того чтобы что-то поднастроить в мотоблоке поднастроить навесное оборудование и так далее так далее то есть ключами вы чувствуете себя более как бы спокойнее что ли увереннее в том что вы доедете до конца туда куда вам нужно все вот так вот она никак не закрывается в нее нет замочков и тут есть что-то под замок но не знаю я его не использовал никак вот под рулем вот здесь вот находится прицепной узел здесь есть вот такой вот палец он у меня сейчас установлен как бы не совсем правильно вот так вот прячется то есть он обязательно должен зайти в два отверстия и снизу он вставляется вот этот вот шплинт блокирует его от открывание вот я его не буду сейчас закрывать он мне не ну так переходим дальше это у нас воздушный фильтр вот это фильтр масляного типа внутри у него здесь налито в чаше масло установлена сетка он засасывает воздух воздух проходит через сетку с маслом и короче очищается от пыли вот здесь с этой стороны находится глушитель но все понятно как бы с глушителем он служит для того чтобы глушить выхлопные газы двигателя вот потому что дизель работает громко и без глушителя ну никак нельзя так дальше 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 ну как бы тут уже пошли нюансы ну ладно здесь расположен вентилятор вот он приводится в движение ремешком вот этим это натяжной ролик вот и а ремешок вращается уже при помощи вот этого огромного маховика так вентилятор что делает он выполняет две функции здесь во первых он является генератором все он генерирует какое-то напряжение которое можно использовать на вот этой вот фаре но у меня он очень плохой и фара горит очень тускло и вторая основная его функция он всасывает воздух чистый вот в этот вот радиатор за этой сеткой находится радиатор который собственно охлаждает работу двигателя то есть вентилятор должен всегда работать и в таком случае мотоблок будет работать исправно если обрывает ремень вентилятора то мотоблок очень быстро закипит и остановится может даже повредиться очень сильно так что за этим нужно следить так собственно ну про фару я уже так вскользь сказал фара есть фара включается на руле вот здесь вот расположен выключатель вот одно у меня он рассыпался сам по себе он довольно таки никакой и в итоге короче фара у меня вообще не ключа но по задумке создатели этого мотоблока она должна включаться вот этой ручкой так дальше поподробнее немножко двигатель вот здесь находится топливный бак у него заливается соляра вот и если мне память не изменяется здесь порядка 10 литров объем сюда то есть вот крышка заливается охлаждающая же сколько здесь я не помню но в общем она заливается сюда заливать ее нужно так чтобы внутри соты были залиты водой вот как видно у меня сейчас соты водой не покрыты но это связано тем что с тем что охлаждающая жидкость я использую to solve остыла изменился объем то есть он уменьшился и водичка ушла вот но в штатном режиме как бы соты должны полностью быть покрыты охлаждающей жидкостью можно заливать воду можно заливать посол можно заливать чего угодно но на свой страх и реки так по двигателю вот здесь у вас будет находиться такой маленький грибов к штучка с крышечкой вот она будет подниматься вот так вот немного там сантиметр буквально вот и под ней будет красненькая такая красненькая но вот то есть когда грибочек поднят это значит что давление в двигателе давлением а достаточно это все нормально если грибочек у вас вы обратили во время работы не поднял нужно проверить возможно он заклинил но если он свободно поднимается и при этом при работающем двигателе он не поднял это значит беда какая-то беда с системой смазки двигателя то есть нужно обязательно проверить уровень масла в двигателе для начала уровень масла так уровень масла в двигателе вот у меня вот здесь вот есть такая вот крутилка достаем и смотрим вот там есть две рисочки то есть у меня такое вот грубо говоря среднее положение то есть за маселкам нужно следить масло у вас будет чернеть со временем это не страшно для дизельного двигателя это так и должно быть так вот эта вот штука это непосредственно наш газ то есть то что я вращаю в крутилку на руле вот здесь мы газу то есть если двигатель у вас не глохнет к примеру то скорее всего ну при этом он не пошел в разно нового мотоблока вряд ли то здесь нужно открутить вот этот вот болтик и подправить тягу так чтобы вот этот вот рычажок заезжал как дальше тогда двигатель будет блок либо же наоборот если у вас вы чувствуете что двигатель не на полную мощность набирает обороты то значит надо чуть-чуть подтянуть в общем поиграетесь завода как правило это все настроенные крутить ничего не надо так вот здесь расположена расположен заводной механизм вот в которой вставляется вот это вот ручка то есть она приводит в движение весь мотоблок сморозил теперь пора поговорить о том как же заводить тяжелый китайский мотоблок для этого потребуется вот эта вот ручка она устанавливается вот сюда вот так вот она ставит вот следующий шагом для того чтобы завести этого красавца нужно первое проверить то у нас на скоростях то есть скорость должна быть выключена быть в нейтральном положении этот рычаг может находиться либо так либо так в принципе может быть и так но если вы всю нити передачу не глянув сюда мотоблок у вас поедет поэтому ставим вот в это положение так скоро выключена газ дизельный мотоблок у меня с ручным стартером поэтому я использую вот такую вот газульку и и ставлю на на всю на полную мощность так сказать вот летом можно чуть поменьше это делать но можно на всю в принципе ничего страшного не случится потом для торта двигатель чтобы запустить вручную нужно выжать декомпресс вот декомпрессор находится вот здесь вот вот его лапка лапка декомпрессора то есть она всегда на этом месте то есть вот она находится она выходит из башки блока цилиндров головка блока цилиндров а вот этот вот этот вот этот вот этот декомпрессор потому что без декомпрессора провернуть ручку просто нереально вот эту вот ручку не выжав декомпрессор вы не прокрутите вот сейчас я покажу собственно сам процесс так для запуска мотоблока первое проверили скорость выжали газ потом выжимаем декомпрессор до низа вот пальчиком выжали и держим его потом вставляем вот эту вот ручку и начинаем ее прокручивать то есть вот таким вот образом вы слышали такой вот цокающий звук этот звук издает форсунка это значит что она во время прокачивания прокручивания ручкой она подает топлива к цели внув цилиндр поршню вот сейчас вот можно проверить я допустим вас поставлю вниз и цокающего звука не будет обращаю внимание вот только еще во звука нет значит форсунка не качает топлива сейчас я опять подаю газ и слышим как она будет его подавать и сейчас вот все раскручиваем вы увидели как мотоблок нужно подготовить к запуску вот на что обратитесь внимание и собственно сам процесс запуска я показал то есть напомню еще раз прежде чем запустить тяжелый китайский мотоблок нужно убедиться в том что мы не что он не стоит на передаче потом выкрутить рукоятку газа желательно на максимум в холодную пору года так точно вот следующий этап рукой выжать лапку декомпрессора и уже вставив заводную ручку начать ее прокручивать чтобы вам не говорили очень много силы для запуска дизельного мотоблока даже вот на 12 лошадиных сил не нужно если сделать все правильно конечно зимой его запустить сложнее но вполне можно вот собственно на этом у меня все надеюсь как бы что для новичков это видео будет очень полезным потому что лично я вот там два года назад я понятия не имел о том как управлять тяжелым китайским мотоблока как его запустить и собственно как его остановить вот на этом у меня все всего хорошего удачи подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик ну лайки дизлайки дело такое если есть какие-то вопросы то пожалуйста в комментарии задавайте отвечу всего хорошего пока